Добрый вечер в Украине 20.00. В эфире подробности о главных новостях расскажут наши переспонденты в студии Наталья Белышева. Драки, шины и поправки. Приняла ли Верховная Рада закон о реинтеграции Донбасса? Снежный триллер Украину заметает. В некоторых регионах обещают до полуметра снега. Как дела у коммунальщиков? Странные дела в США. Туристам перед поездкой в КНДР советуют написать завещание и тайно к чему-то готовят армию. Удаленный президент. Пучдемон хочет управлять Каталонией из Бельгии. Что об этом думают в Мадриде? Пылающие покрышки возле парламента. Олимпийское спокойствие в сессионном зале. Нардепы вернулись после новогодних каникул и взялись за законы. Главный документ о реинтеграции Донбасса сегодня единственный для обсуждения. Хватило ли аргументов у народных депутатов и фракций, чтобы проголосовать за? Давайте узнаем от Екатерины Лысенко. У них первый рабочий день в новом году и снова полярное настроение. В кулуарах, в национальных костюмах поют калятки. А возле Рады активисты поджигают шины. Пока МЧСники тушат огонь, у трибуны атмосфера только накаляется. Свои выступления главы фракции начинают с наболевшего экономики. Реальность такая, что в высокогирных районах Карпат и в других регионах сотни, тысячи людей живут без зарплаты несколько месяцев. Бедные, зависимые и обдуренные. В стране закрывается дробный бизнес. Почему? Непомирные тарифы на электрику, тепло, цены на паливо не позволяют функционировать. Ситуация в экономике потребует терминовых заходов. Я считаю, что руководство Кабинета Министров в ближайший час должно объяснить, каким образом оно планирует получать экономическую ситуацию в стране в ближайшие поле года. У нас глядя год рекордных выплат за зовстоящими позиками. Наша экономика практически вычерпала все внутренние ресурсы. Промысловость выживает из остальных сил. Но основные споры вызывает главный вопрос повестки дня – закон о реинтеграции Донбасса. В октябре прошлого года его рассматривали в первом чтении как неотложный, но второе чтение пришлось отложить до сегодняшнего дня. Этот документ втилит четкую и последовательную позицию президента Украины, которую полностью поделяет фракция партии Блок Петра Порошенко. Украина не сдаст жодного метра ворогови и не отгородится от своих граждан на поталу террористам и окупантам. Визначается статус окупованных территорий как Крима, так и Донбасса. И это позволит нам повышать нашу присутствие в международных судах, чтобы создать консолидованную позицию и позвать себя к России. Наша мета – это восстановление мира в Украине и территориальной ценности. И нужно помнить, что на окупованной части нашей Донбасса живут 4 миллиона людей и украинцев. И называть их всех гражданами, коллаборационистами, сепаратистами – это неправильно. Поэтому мы поддержимаем закон, который даст возможность приближать до восстановления мира на Донбассе, до повернения Донбасса и Крима до склада Украины. Но вместе с аргументами о необходимости принять документ звучат и тезисы, почему голосовать за законопроект не стоит. Самопомощь, которая голосовать не намерена, со своим списком замечаний, без устали спорить с большинством. Для того, чтобы наши граждане могли позвониться в судах, для того, чтобы Украина как государство тоже могли в международных судах искать справедливость и стягивать сбытки из России, нужно четко знать и нужно, чтобы на уровне закона было зафиксировано, что с такого-то числа 2014 года Россия окупировала территорию Украины и совершила контроль над этими территориями. Они не контролировались в этот период Украины, потому что, если этого не сделать, Россия будет признана государством-окупантом, государством-агресором на законодательном уровне, только на будущее. То есть, законы ретроспективной силы в часе не имеют. Дата, она есть одна. Она установлена в законе про статус окупованного Крыма, и это 20 лютого 2014 года. Никаких других дат установлено не будет. Мы категорично заперечиваем у спробы будь-яких политических сил разделить статус территории Украины, даже в контексте календарей, дат и статусов, когда эти территории начали окупироваться. Замечания есть и у Батьківщины, а в оппозиционном блоке и вовсе категорически против принятия документа. Есть абсолютно корупционная норма, что Кабинет Министров будет визначать порядок перетину товаров с территории так называемой АТО или с территории окупированной на территорию Украины. Абсолютно корупционная норма, миллиарды долларов идут нікуди. Это должна быть визначаться законом Украины, это должна быть визначаться законом Верховной Радой, и никто не может изменять этот порядок, как ему захочется. Этот законопроект протречить всем международным домовленностям и договорам, которые сегодня наша страна на шляху до дипломатического регулирования конфликта на Сходе. Это, прежде всего, резолюция Ради Безпеки ООН 18 люта 2015 года. Это Минский протокол, это нормандский формат. Это суттево погибает посредственную комиссию, которая сегодня проходит в рамках спецпредставника США, представника Российской Федерации. То есть, в международном плане, все это абсолютно противоречие. А самое главное, что этот законопроект не дает механизму, каким образом повернуть территорию людей в государство, каким образом провинять убийства, каким образом восстановить территориальную целостность нашей страны. Изменения к документу уместились в 673 поправки. Корректировали на ходу даже глаголы, как, например, спорили, что написать в законе обеспечение или восстановление суверенитета. У нас после обеда 2 часа. Если мы будем идти тем же темпом, каким шли, мы просто выйдем с этим законопроектом в середу. Но дабы не отходить от процедуры, все депутатские поправки рассматривали одну за другой, посвятив документу и утреннее, и вечернее заседание. Екатерина Лысенко, Елена Зорина, Владимир Дедов, Иван Ермаков. Подробности телеканал Интер. В итоге депутаты остановились на 483 поправке, после чего Андрей Порубий закрыл вечернее заседание и объявил, что рассмотрение законопроекта о реинтеграции Донбасса продолжится завтра утром. На этой неделе нардепы намерены взяться еще и за приватизацию государственных предприятий. Фонд госимущества уже готовится к конкурсам по их продаже. С молотка планируют пустить 20 госресурсов. Львиная доля – это облэнерго. В фонде рассчитывают, что парламент примет законопроект уже в этот четверг. 4 миллиарда гривен выделит Кабинет министров аграриям. Сегодня правительство подтвердило программу поддержки. По словам премьера, в первую очередь финансовая помощь коснется животноводства. Он убежден, что дотации помогут увеличить количество фермерских хозяйств и расширить мощности по производству молока. Мы предназначаем более 4 миллиардов гривен. Это деньги на рост тваринства. И мы должны очень четко выяснить механизмы залучения под этот ресурс денег, которые позволят нам получать уже в этом году новые производства. В этом году фермер, молочные комплексы, молочные комплексы. которые позволят нам максимально эффективно использовать эту финансовую поддержку, используя инфраструктуру украинских банков. По доброй воле, депутаты Ирпенского райсовета приковали себя к дверям прокуратуры Киевской области и выдвинули три условия. Расследовать нарушения в поселке Катюбинское и прекратить беспочвенные проверки в Буче и в Ирпине. Кроме этого, активисты потребовали также убрать железные турникеты на входе в прокуратуру. По их словам, это нарушение закона. Также участники акции настаивали на встрече с прокурором области Дмитрием Чибисовым, но вместо него вышел заместитель, который пообещал разобраться со всеми требованиями. На выполнение одного из них, демонтаж турникета имеется в виду, протестующие дали прокурорам неделю. В противном случае они обещают более масштабные акции протеста. Второе, это обращение мы передали уже, это касаемо Катюбинского, где масса нарушений, просто беспредел. У нас Ольга Матюшина, основной глава, управляет в ручном режиме, делает все, что ей угодно. У нас нет ни секретаря, ни выконкома, ничего. Она управляет в ручном режиме. И уже есть шесть криминальных проведений, которые лежат два года, которые не расследуются. Эти краты – это символ, просто символ. Они жахливые, они страшные. Прокуратура области не является режимным объектом, ее не охраняет государственная служба охраны. Она не должна иметь такие краты. Это неправильно. Это свидетельствуются заточки, пережитки, которыми они прикрываются и ховаются с этими кратами. В зоне АТО два обстрела с начала суток. Оба на Луганском направлении. На Светлодарской дуге боевики били по украинским позициям из гранатометов, а вблизи Троицкого открыли огонь из минометов. Украинские военные на провокации противника не отвечали. Ситуацию на Донбассе и реформы в украинской армии обсудят в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Завтра там состоится заседание военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов. От украинской стороны в заседании примет участие глава Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко. Странные советы. Госдеп США официально рекомендует подготовить собственные похороны перед тем, как отправляться в туристическую поездку в КНДР. А Нью-Йорк Таймс тем временем выяснила, что американскую армию тайно готовят к войне. Дмитрий Анопченко выяснял все подробности. Советы Госдепа пугающие. Дескать, подумайте дважды перед тем, как отправиться в турпоездку в КНДР. И если уж решились, хоть мы и предупреждали, то до выезда подготовьте собственные похороны. И это не шутка. В официальных рекомендациях американцам черным по белому написано перед отлетом решите, что делать с имуществом, напишите завещание и выберите опекунов для ваших детей и домашних животных. Для столь серьезных заявлений у Госдепа, по-видимому, есть основания. Одно из них на виду. Американские туристы в Северной Корее могут стать предметом торга. И консул Соединенных Штатов будет не способен им помочь. Но есть и другие факторы, куда менее известные. О них пишет сейчас Нью-Йорк Таймс. Газета вышла с сенсационной статьей. В ней говорится, американские войска без особой огласки готовятся к крайнему сценарию в войне с Северной Кореей. Неофициально поговорив с военными, корреспонденты узнали, высшее командование приказало накачивать мускулы. Но при этом распорядилось никакой огласки, чтоб Кима ненароком не спровоцировать. Приводят и конкретные факты, называя даже номера частей и подразделений. База Фортбрэк в Северной Каролине. Учение с участием ударных вертолетов Апачи. 82-я дивизия в Неваде. Репетиция десантирования в темноте, имитируя зарубежное вторжение. А в феврале так и вовсе. Более тысячи резервистов будут практиковаться в создании и мобилизационных центров, которые понадобятся, если страна срочно направит свои войска за рубеж. Означает ли это, что Соединенные Штаты уже выбрали стратегию? В Пентагоне неофициально мне сказали нет. Министр обороны выступает за дипломатическое решение. Он считает возможную войну с Северной Кореей катастрофическим сценарием для страны. Но обязан к ней готовиться. И для того, чтобы в Белом доме понимали, военные воспринимают проблему серьезно. И чтобы на самом деле быть готовыми к любому вызову. Если дипломатические переговоры, на которые нынешняя администрация, то соглашается, то отвергает их возможность, в какой-то момент не сработают. Из Вашингтона. Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк. Американское бюро телеканала Интер. Карлос Пучдемон присягнул на верность Конституции Испании. Бывший каталонский лидер пошел на такой шаг, чтобы получить мандат депутата. Необходимые бумаги он передал из Брюсселя. Оттуда же надеется принять присягу президента Каталонии, если его переизберут. Готов ли Мадрид к отношениям на расстоянии, выясняла Елена Абрамович. Прислал подтверждение, что был избран декларацию об имуществе и заявление с обещанием соблюдать Конституцию Испании. Карлос Пучдемон из Бельгии подал документы на получение мандата каталонского депутата. В заявлении добавил, обещает самоотверженно работать на благо народа Каталонии. Именно Пучдемон, убеждены его однопартийцы, будет избран председателем женералитета, то есть президентом региона. В нашем случае понятно, что ничего не может помешать переизбранию президента Пучдемона главой каталонского правительства. Мы уверены, что избранные законодатели подтвердят свое доверие президенту Пучдемону. Однако Мадрид видит ситуацию иначе, как и юристы каталонского парламента. Последние обнародовали свои выводы на двух десятках страниц. Пристегнуть на верность народу через видеосвязь Пучдемон не имеет права, заявляют они. Больше того, он должен присутствовать на дебатах по избранию председателя. Испанский премьер Марианна Рахой отметил, все эти разговоры о дистанционном управлении противоречат не просто законам, а здравому смыслу. Чтобы получить должность, он должен сделать это физически, потому что это невозможно организовать из Брюсселя. И если он этого не сделает, то статья 155 будет продолжать действовать, и не потому, что я так сказал, а потому, что Сенат утвердил ее действие до вступления в должность нового президента. Мадрид фактически дал знать, сохранит прямое управление Каталонией, если президентом выберут Пучдемона. Между тем, суд Барселоны вынес решение по обвинению в коррупции партии Пучдемона. Полиссилу обязали возместить государству более 6,5 миллионов евро, разворованных с 1999 до 2009 года. Делена Абрамович, Евгений Каминский. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Вы смотрите подробности, и вот что у нас во второй части. Корни отступают. Новые случаи заражения фиксируют по всей стране. Достаточно ли вакцины? На голодном пайке в Ивано-Франковской области бюджетникам задерживают зарплаты. Когда будут деньги? Домашний концлагерь. В США родители держали голодными на цепи 13 детей. Почему никто не заметил? Украинец предстанет перед польским судом за организацию Катала незаконной миграции. Обвинительный акт уже направила в суд пограничная служба Польши. По данным правоохранителей, преступная группировка, в составе которой кроме украинца были также трое турков, занималась переправкой мигрантов из Сирии, Турции и Ирака в страны ЕС. Следствие по этому делу продолжалось почти год. Обвиняемым грозит до 8 лет лишения свободы. Американцам, которые собираются в Украину, рекомендуют перед поездкой сделать прививку от кори. Соответствующее заявление размещено на сайте спецведомства. Речь идет о вакцине, которую в Соединенных Штатах применяют против кори, краснухи и паратита. Младенцам до 11 месяцев рекомендуют сделать один укол, всем остальным два с интервалом в один месяц. В Украине же вакцины от кори достаточно. Об этом заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун. Я напомню, в этом месяце корью уже заразились более тысячи человек. Все подробности в материале. В Ивано-Франковске эпидемия кори. За две недели после Нового года медики зафиксировали почти 100 случаев заболевания. Люди массово начали прививаться. Но вакцины не хватает. Каникулы в школах продлили. Местные чиновники просят помочь медпрепаратами соседней области. Готую листы, вернули до департаментов и других областей, соседних, там, где может быть большая количество вакцины против кори. Хотя и в соседнем Львове ситуация с заболеваемостью корью не лучше. В области уже 97 человек в больнице. Большинство из них дети, но есть и взрослые. Ивану 31. Буквально вчера уколоть вакцину он не смог бы. Действовало распоряжение Минздрава о запрете вакцинации пациентов старше 30 лет. Но сегодня в больницу пришли новые рекомендации. Всям дорослим людям, которые родились после 1956 года, сейчас в спалах стоит, рекомендовано одноразово сделать щепление против кори. И сегодня впервые мы провели такое действие, когда и взрослых вакциновали также против кори. Вчера мы сделали в кабинете, в одном кабинете щеплений 46 щеплений. Детям. Сегодня в вечер было очень много. А то прямо аншлаг. Вспышки кори продолжаются и в Киеве. Заболели тоже около 100 человек. Бывший глава госэпинемслужбы винит Минздрав. Дескать, не смогли нормально организовать иммунопрофилактику. Сейчас система охраны здоровья пытается перекласти всю ответственность, всю проблему за ситуацию в государстве на родителей. И пассивно сидя в сельце закликать, прийдите, вакцинуйте. Это абсолютно провальная политика иммунопрофилактики. А вот его министра Ульяна Супрун говорит, за последние полтора года количество привитых граждан увеличилось вдвое. Вакцины хватает. Более полумиллиона доз уже завезли в Украину из Бельгии. Планируют закупить еще миллион. Все вы помните скандалы, связанные с вакцинацией, как родители боялись вакцинировать своих детей. Хочу вас запомнить, что ситуация изменилась. Сегодня в Украине есть только качественные бельгийские вакцины от коры. Тем не менее, около 20% детей в Украине до сих пор не привиты от коры. Супрун в этом продолжает винить родителей. Игорь Левенок, Галина Якушко, Юрий Голубенко, Богдан Саврунский. Подробности телеканал Интер. Снежный апокалипсис, обещают нам синоптики. Причем уже с завтрашнего дня на востоке и юге страны снежные бури уже бушуют. Одессу и Запорожье заметают. В Днепре объявлено штормовое предупреждение. На дорогах аварии, а в аэропортах отменяют рейсы. Все подробности расскажут мои коллеги. В Одессе снежит еще с ночи. Ближе к обеду снегопад усилился. Из-за заносов проехать по дорогам сложно. Образовались многокилометровые пробки. Некоторые троллейбусы и трамваи не вышли на линии. Начиная с обеда, власти запретили фурам въезжать в город, чтобы не создавать дополнительные заторы. Снегопад частично парализовал и работу местного аэропорта. В Одессу отказались лететь самолеты из Киева и Минска, а борт из Варшавы приземлился на запасном аэродроме в Кишиневе. Коммунальщики рапортует. Обильно посыпают улицы песчано-соляной смесью, но предупреждают. До вечера снег не прекратится. Чиновники попросили одесситов без необходимости не выезжать на собственных автомобилях. Хотелось бы предупредить жителей о том, что надо быть очень осторожными. Потому что даже там, где был очищен тротуар, он все равно присыпается снегом. В Запорожье еще вчера дорожники расчищали трассы, а спасатели вытаскивали из-за носов автомобиля. Сегодня снег прекратился и в городе развернули несколько пунктов обогрева. В принципе, в общем-то, возят чаще всего к нам асоциальных людей, которых нет постоянного места жительства, которые нуждаются и в ночлеге, нуждаются в обогреве. Если надо, принимаем, обогреваем. Всего по области планируют открыть около 140 пунктов, но пока такой необходимости нет. Уже завтра ожидают потепление, а снег перейдет в дождь. В Днепре снега немного, пока коммунальщики успевают чистить дороги и тротуары. Но на ближайшие дни в области объявлено штурмовое предупреждение. Хотелось бы попросить водителей быть более аккуратными на дороге. В случае ухудшения погодных условий, поменьше выражать на трассе, как международного значения, так и местного. В облафтодоре опасаются, если снега наметет прилично, могут не справиться с его уборкой. Парк облафтодора, который занимается эксплуатационным содержанием в зимний период, 75% этого парка уже устаревший. Это те единицы, которым более 20 лет. По прогнозам синоптиков, в четверг снегопады накроют центральные, южные и северные области. Кое-где снежный покров достигнет 40 сантиметров. Елена Мадалюк, Андрей Анастасов, Сергей Бордюжа. Подробности телеканал Интер. Мэра Сом подозревают в коррупции. Александру Лысенко вручили два протокола о нарушении, где говорится, что он не сообщил о конфликте интересов во время голосования за увеличение своей собственной премии в два раза. Персональную надбавку мэру горсовет поднял со 150 до 300 процентов оклада. Как отмечают в полиции, голос Лысенко был решающим. Есть ли признаки коррупции в действиях мэра? Теперь должен решить суд. Сам же городоначальник называет это дело политическим и обещает ответить на все обвинения вместе со своими юристами. Денег нет, но вы держитесь. В Ивано-Франковской области не платят зарплату бюджетникам. Люди до сих пор не получили деньги за декабрь. В общей сложности им должны уже 20 миллионов гривен. Планируют ли чиновники исправлять эту ситуацию, выясняли наши корреспонденты. Головевская школа. Здесь учатся чуть более сотни учеников. Техработницы Елена и Галина рассказывают, хоть здание и небольшое, но работы хватает. За нее женщины получают минималку, но и ее выплачивают с задержками. И выплачивают в последний час. Нема, чтобы выплачивали. Задержка есть. Раньше давали зададки до 15-го и выплачивалось до конца месяца все. А теперь вообще не понятно. Свято нас лишило без грошей. Задолженность по зарплате есть только перед техническими работниками, говорит директор школы. Поскольку их финансируют из местного бюджета. Педагоги же получают деньги вовремя. Средства для них поступают за счет государственной субвенции. Правда, в районе есть долги практически во всей социальной сфере. Трудности были у нас с выплатою заработной платы техническому персоналу, обслуговывающей сфере. Это медику, библиотекарю и техническим працівникам. На сегодня задолженность перед бюджетниками в Верховинском районе достигла почти 7 миллионов гривен. Местные власти самостоятельно решить проблему не могут. Надежда лишь на дотации от государства и области. Без допомоги державы таким районам гирским, высокогирным, реально выжить неможливо. Тому необходимо формульное выровнение. И для гирских районов должен быть специальный коэффициент. А вот в райадминистрации уверяют, ситуация не была бы столь критична, если бы местные депутаты не были так расточительны. Долги по зарплате есть не только в Верховинском районе, объясняют в обл. администрации. В соседнем Косовском районе дефицит достиг 10 миллионов гривен. В Косовском районе зарплаты за годин месяц забезпечено 50% грудневой зарплаты, то в Верховине только 20%. В Косовском районе проблему задолженности зарплаты обещают решить в течение следующей недели. Местным чиновникам все-таки удалось отыскать средства в районном бюджете. А вот в Верховине взялась помогать область. Пообещали выделить почти 3 миллиона. Остальные деньги будут просить у государства. Андрей Кровец, Жанна Дудчак, Зиновия Автонас. Подробности телеканал Интер, Ивано-Франковская область. Выше всех в Украине определили самую высокую новогоднюю елку. Она перещеголяла даже столичную. Правда, в отличие от нее, это искусственная. В каком городе стоит рекордсменка и как вычисляли ее точную высоту, видели наши корреспонденты. На Харьковскую елку геодезист смотрит в глазок швейцарского роботизированного тахеометра. Прибор, которым будет замеряться высота елки, мерят с точностью до плюс-минус один миллиметр. Мы берем основание елки, самую верхнюю точку, и прибор сам указывает высоту, превышение относительно основания. Лазерным лучом прибор измеряет высоту и выдает результат. 36195 дельтаж. Измерения подтвердили, ель в Харькове действительно самая высокая – 36 метров и 20 сантиметров. Другое место – Киев, еленка 29 метров. Третье место – Днепро, новоречная еленка 28 метров. Ну и далее в ЖД Ривне, Винниця с новоречными еленками 22 метра. Харьковская ель – искусственная. А такой огромной получилось, потому что делали ее пропорционально масштабам площади свободы, самой большой в Европе. Собирали дерево как конструктор. 12 человек работали целый месяц. У нее порядка 100 километров гирлянд на ней установлено. У нее уникальное разработанное программное обеспечение, индивидуально для конкретно этой елочки. А вот в рейтинге самых высоких живых елок победила та, что установлена в небольшом городке Зиньков в Полтавской области. Там просто украсили дерево, которое растет на площади уже полвека. Там 28 метров, но она растет уже 55 лет, эта еленка. И вы знаете, мы всегда предлагаем брать этот приклад другим странам, другим местам, местечкам и селам выращивать свои новоречные еленки, которые будут живы, которые будут радовать не только в новоречных свят, а и целый год. Если же сравнивать с мировыми красавицами, то признанной великаншей стала елка в Мехико. Ее высота 110 метров. Она тоже искусственная. И собирать ее начали еще за два месяца до Нового года. Данил Снисер, Светлана Жекера, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер. Наскрести на коалицию. Мартин Шульц отправился в агитационный тур. Лидер социал-демократов колесит по стране и убеждает однопартийцев согласиться на создание парламентского большинства с христианскими демократами Ангелы Меркель. Как у него получается, узнаем от Татьяны Лагуновой. Судьба будущей правящей коалиции Германии зависит от 600 человек. Это количество делегатов от разных земель, которые в воскресенье соберутся на партийный съезд социал-демократов в Бонне. Именно они и решат, нужно ли политической силе начинать коалиционные переговоры с христианскими демократами, чтобы убедить однопартийцев проголосовать за у Мартина Шульца. И есть всего несколько дней. Вчера в Дортмунде, сегодня в Дюссельдорфе. Уже два дня Мартин Шульц встречается с социал-демократами земли Северной Рейн-Вестфалия. От нее на съезд приедут четвертая часть всех делегатов. И заручиться их поддержкой уже шаг к успеху. У нас была очень живая дискуссия, открытый и конструктивный обмен мнениями. Эта беседа заставила всех задуматься. И я считаю, что мы можем с оптимизмом ждать партийного съезда. Будет ли у Шульца повод для оптимизма в день партийного съезда, впрочем, непонятно. Социал-демократы земель Саксония, Анхальд и Берлин уже заявили, будут голосовать против большой коалиции. Скорее за СДК Нижней Саксонии. Остальные земли пока колеблются. Все опросы показывают, как только партия входит в большую коалицию. Она теряет рейтинги. Мы считаем, что если политическая сила снова войдет в большую коалицию, это поставит под угрозу существование СДПГ в Германии как народной партии. Противники большой коалиции в противовес Шульцу тоже проводят собственную агитационную кампанию. Так что исход голосования прогнозировать сложно. Чья возьмет, станет известно уже в воскресенье. Татьяна Лугунова, Вячеслав Фролов. Подробности. Немецкое. Бюро телеканала Интер. Масштабное ДТП в немецком Эбербахе. Школьный автобус врезался в стену дома, на первом этаже которого был расположен магазин. Пострадали 44 человека. В основном это дети. На место трагедии, кроме полиции, прибыли три вертолета-спасателей. Среди пострадавших семеро получили тяжелые травмы. Из них четверо сейчас находятся в критическом состоянии. За их жизнь борются врачи. Причины аварии сейчас выясняют правоохранители. В данный момент мы не можем сказать, что конкретно произошло и что послужило причиной аварии. По предварительной информации, во время поворота автобус столкнулся с фургоном. Потом задел еще несколько автомобилей, а затем въехал в фасад дома. Взрыв в бельгийском Антверпене. Разрушены три жилых дома. Рвануло поздно ночью в районе, где живут в основном студенты. Два человека погибли, их тела нашли только утром. Еще 14 ранены. Состояние одного пострадавшего критическая полиция начала расследование. Версию о теракте сразу же исключили. Предполагают, что причина взрыва это утечка газа в пиццерии, размещенной на первом этаже одного из домов. За гранью добра и зла Соединенные Штаты сегодня потрясли сразу две шокирующие истории. В Калифорнии родители несколько лет держали на цепи 13 детей. А четырехкратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике рассказала о том, как стала жертвой насильника. Все подробности расскажет Светлана Чернецкая. Полицейские ужаснулись, когда вошли в этот, казалось бы, ничем не примечательный дом. В нем стоял смрад, не было света, а дети были прикованы цепями к кроватям. Службу спасения вызвала одна из дочерей пары. Ей удалось сбежать. 17-летняя девочка была истощена, и на вид ей можно было дать не больше 10. Соседи до сих пор недоумевают, как такие ужасы могли происходить у них под носом. Они относятся к тем семьям, о которых ничего не известно. Я никогда не видела, чтобы к ним кто-то приходил. Все, что мы видели, это то, что они выходят из дома, садятся в машину и едут, возможно, за продуктами. И я была уверена, что это дети-подростки, а никак не 20-летние. Все 13 детей страдали от недоедания, жили в грязи. Самому младшему ребенку всего два года, а самому старшему уже 29. Все они сейчас в больнице. То, с чем мы столкнулись, разбило наши сердца. Это настолько печально, что сложно поверить своим глазам. 57-летний отец и 49-летняя мать арестованы. Их обвиняют в издевательствах, пытках и создании опасной ситуации для жизни детей. Им предстоит ответить на многие вопросы следователей. А в мире спорта очередная история сексуального насилия. В этот раз жертвой оказалась четырехкратная олимпийская чемпионка Симона Байлз. Ее насильником был врач национальной сборной США по художественной гимнастике. 20-летняя девушка сообщила, что долгое время держала боль в себе, но, наконец, решилась признаться. Бывший врач сборной, которого обвиняет Байлз, уже в тюрьме. Ларри Нассара приговорили к 60 годам за хранение детской порнографии. А также его ждет еще один приговор за домогательство к несовершеннолетним. Его обвиняет уже около 140 женщин. В покрывательстве злодеяний доктора спортсменки винят и Федерацию гимнастики США. Светлана Чернецкая, Валентин Белич, подробности, телеканал Интер. Горшочек не вари. Очередное обвинение в адрес Кевина Спейси. На этот раз в расизме. Он якобы отказывался пожимать руки чернокожим охранникам на съемках первого сезона «Карточного домика». Оскорблял их и требовал выгнать с площадки. Происходило это еще в 2012 году. Об этом и рассказывает глава охранной фирмы. Признаться он решил только сейчас, когда репутацию актера уже разнесли в пух и прах из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Зачем шведам раздают методички на случай войны, как министр юстиции Франции оказалась в тюрьме? И сколько детей было зачато в Швеции благодаря средству контрацепции? Обо всем этом прямо сейчас. Впечатляющее спасение. В США пожарник поймал на руки ребенка, которого выбросили с балкона, охваченного огнем. Кадрами, снятыми в начале января, поделилась пожарная служба «Атланты». Таким образом, в ту ночь спасли несколько детей. Пожарники признаются, им пришлось ловить малышей словно мячи в американском футболе. В Джакарте пожар уничтожил старинное здание морского музея. Пламя буквально поглотило строение 17 века, превратив в пепел коллекцию морских артефактов. Два десятка пожарных машин не смогли потушить огонь. К счастью, работников музея и посетителей вовремя эвакуировали, обошлось без жертв. Причины возгорания устанавливают. Если завтра война, в Швеции переиздают методичку с советами на случай глобальных кризисов. Последний раз такую брошюру рассылали гражданам около 30 лет назад, во время холодной войны. Переиздание учтет современные вызовы, терроризм, кибератаки, глобальное потепление, пандемии, информационные и обычные войны. ЧП в японском городе Гомогори. В продажу попала необработанная рыба фугу. Супермаркет продавал деликатес, не удалив из рыбы печень, в которой содержится яд. Всего покупатели приобрели пять порций продукта. Три из них были найдены. Местонахождение еще двух пока неизвестно. Власти ввели режим чрезвычайного положения. Горожан по громкоговорителю призывают не употреблять фугу и вернуть в магазин купленные порции. Малейшая ошибка в приготовлении продукта может закончиться фатально. Пожизненного заключения требует прокуратура для датского изобретателя Петера Матсена. Ему выдвинули обвинение в убийстве и надругательстве, в том числе сексуальном, над телом своей жертвы, журналистки Ким Валь. В августе они вместе отправились в плавание на его подводной лодке. Позже в море обнаружили части тела Валь со следами расчленения. Матсен путался в показаниях, но убийство отрицал. Психологический статус обвиняемого уточняют. Во Франции бастующие надзиратели заблокировали в тюрьме министра юстиции. Николь Балубе прибыла в тюрьму строгого режима в Ван Ден-Лювьей, чтобы урегулировать конфликт с сотрудниками. Они второй день требуют дополнительных мер безопасности для себя, после того, как несколько из них стали жертвами покушения. Надзирателей встреча с министром не удовлетворила, и они перекрыли ей выход из тюрьмы. Стартап по предотвращению беременности обвинили в 37 зачатиях. Программа определяла риск забеременеть по температуре тела при помощи смарт-градусника. Метод оказался ненадежным. В Стокгольме создатели приложения Natural Cycles обвиняют в предоставлении ложной информации, хотя раньше немецкий Минздрав сертифицировал его как средство контрацепции. В Астане сотрудники банка приютили мышей, которые погрызли купюры в банкомате. Пара мелких грызунов прославилась на прошлой неделе, уничтожив Тенге на сумму около 300 долларов. Нашкодивших животных и конфетти из купюр обнаружили в банкомате во время инкассации. Теперь хвостатые мафиози легально обитают в центральном офисе банка. Это все новости на сегодня. Хорошего вам вечера, доброй ночи и до встречи завтра.